Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Ксения Ложкова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Первый заплыв года X-Waters Nuclear на водохранилище Смоленской АЭС. Лыжники завершили соревновательный сезон 2021-2022 года эстафетными гонками. На Смоленской АЭС в работе первой и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 2109 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 10 февраля находится в плановом текущем ремонте. За 15 дней марта энергоблоками Смоленской АЭС выработано 706 миллионов киловатт-часов. Сверх плана – 29 миллионов. С начала года выработка составила более 4,5 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 182 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В Десногорске открыли плавательный сезон. Первые смельчаки опробовали воду 8 марта. В этот день город в очередной раз стал местом проведения заплывов на открытой воде «Х-Воторс Нуклеер». На улице минус 6, в воде плюс 9. Температура хоть и выше и средней, но до комфортной ей ещё далеко. К тому же дорога до воды снежная и ветреная. Условия экстремальные, но на это и рассчитано. Проплыть по водным просторам в окружении заснеженных берегов – особый вид удовольствия. «Мы же пловцы очень скучаем за зимний сезон по открытой воде и возможность поплавать в это время года, где, в общем-то, ну, скажем так, только на югах есть тёплая вода, а здесь такой кайф. Открытая вода не ограничена прорубью, как у нас в основном в средней полосе». Стартовали участники «Нуклеер Айс» с одной точки – яхт-клуба, а дальше распределились на группы. Одни плыли 500 метров, другие – километр. Открыть сезон вызвались немногие – чуть больше 20 человек. Спортсмены и любители из Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново, Ярославля и других городов России. «Вода чистейшая, город прекрасный, сезон открыли. Достаточно большой охват, кто к нам приехал. Но это как бы необычно, никогда не плавали. А тут праздник и Сибирь, да, мы на 8 марта». Среди смельчаков – опытные пловцы, рекордсмены мира, Европы и России по зимнему плаванию. Например, Осман Дилибаш – четырёхкратная мировая рекордсменка по выживанию в условиях экстремального холода. «Заходя в воду, нельзя никогда, так же, как и в горах, нельзя никогда уповать на то, что какая-то тёплая температура воды. Это всё-таки стихия, и она непредсказуема, поэтому всегда я с уважением отношусь к любой воде». Для многих участников этот заплыв стал знакомством с Десногорском и его уникальным водоёмом. И каждый нашёл его идеальным местом для зимних чемпионатов. Спасибо чистой и незамерзающей воде. Весна неумолимо наступает, а это значит, что настало время закрывать лыжный сезон. Крайние соревнования для любителей этого вида спорта прошли 12 марта на трассе в деревне Генино. Для закрытия сезона выбрали самый зрелищный и динамичный вид гонки – эстафету. Участие в ней приняли 12 сборных команд по три человека в каждой. Шесть команд лыжники старше 18 лет и ещё шесть младше. Дистанция для мужчин составила 1 километр 800 метров, для женщин – полтора километра. Не отставали от них и юношеские команды. Для них расстояние было таким же. «Трасса была достаточно трудная, лыжи катились хорошо, соперники были достаточно тяжёлые, но мы боролись до конца, ехали, бежали. В принципе, я доволен собой и своей командой». В старшей возрастной группе первое место заняла команда из Рославля – Владислав Козловский, Алёна Федосова и Игорь Козловский. Их суммарное время – 11 минут 33 секунды. Это на 13 секунд быстрее результатов второго места. Более напряжённая борьба развернулась среди юношеских команд. С разницей всего в одну секунду первыми стали Кирилл Булухов, Ксения Щербакова и Алексей Романов. Их суммарный результат – 14 минут и 16 секунд. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!